Хотели бы предложить это упорядочить торговлю на центральном рынке и прекратить продажу корабельникам и блошиный рынок не далее, чем кольцо разборотное на улице Казанского. Не годится, когда уже корабельники дошли до главпочтампа и памятнику Высоцкого. Мы не должны превращать центр города в бардак. У меня гости были, они удивлялись, как это говорит. По воскресным дням у вас пройти по улицам-то невозможно. Я понимаю, что народ пытается хоть как-то выжить. Но и мы должны понимать, а почему в таком состоянии у нас центр города. Обожаемые руководители рынка, вы посмотрите, они весь тротуар забрали под торговой площадью. А почему мы их не можем понудить, что улица Казанцева, по которой сегодня пройти нельзя, не заставить их провести в порядок. Мы же на это хозяева, мы же вроде как власти. А то забрали все тротуары, там теперь по 150 палаток. Они собирают с них мзду, а мы должны за счет городского бюджета ремонтировать. Не годится это. Что часть парка, которая в запустении и находится по ту сторону прилагающей к рынке, объявить с 15 февраля конкурс на право участвовать в тендере на предмет благоустройства этого рынка. Выделить им землю, выделить им возможность работать. И пусть тендером предпринимателей, которые имеют серьезные деньги, решать проблему второй очереди привоза, что с организацией автостоянки, с организацией крытого рынка может быть и летний вариант. Я считаю, что для нас это будет гораздо выгоднее, чем сегодня мы не сможем убрать с территории улиц торговлю стихи. Более того, нам кажется, что после проведения тендера город мог бы пойти на встречу этим предпринимателям и не только выделить землю за бесплатно, а более того, пойти на какие-то налоговые каникулы и предоставить им всего лишь 3-4-5 процентов аренды на 5 лет, поскольку средства, которые будут вложены в развитие этого рынка, окупятся слихой. Все торговые точки, я имею в виду неофициальные. У нас сейчас стоит очень сильная проблема рабочих мест, наших доходов, жителей. И я считаю, что это не совсем правильно. Я тоже за то, чтобы был порядок в городе, за то, чтобы не была культура. Но так сразу всех смести и оставить десятки, сотни людей без куска хлеба, я считаю, это неправильно. Мы должны срочно садиться и находить альтернативу выхода из всех этих положений. Нужно говорить с предпринимателями, предлагать им удобные какие-то, может быть, альтернативы, для того, чтобы они открыто и шли, регистрировались, нанимали рабочие организовали рабочие места. Сейчас я пообщалась с директорами рынков, они готовы предоставить социальные места для социально незащищенных людей. Это те как раз бабушки, которые выходят продать те же три десятка яиц, ту же пучок зелени. Мы не можем с них сдирать эти местовые, которые берут рынки. И мы с ними согласовали, кто-то готов предоставить 20 мест, кто-то 30, то есть без местовых. И вот эту работу нужно продолжать вести. Но также должен город разработать и посмотреть, где у нас есть какие площади. Может быть, оборудовать их за счет бюджета предоставление каких-то удобных мест для людей, социальных мест, которые будут и удобны, и с них не будет вздая собраться. Потому что если мы сейчас говорим о рынках, то, что сказали, что провести конкурсы, потому что, допустим, да, я знаю, это приводит очень хорошо, у меня много предпринимателей оттуда. Но опять же это будут обеспеченные люди, а наши социально незащищенные стоя останутся опять где-то. И директора, как бы не было, чтобы не говорить, это очень у нас богатые люди. И им все равно, кто стоит, что продает, и за культуру, и за порядок, и тем более с кого взять эти 30 гривней, и переоформить тысячу гривни на тысячу долларов у нас есть, переоформляется на три года договора. Вы этого, наверное, никогда не знали, не знаете. Но у нас есть рынки, которые переоформляют киоски и эти, скажите, пожалуйста, контейнера на три года. С рынком заключаешь и платишь тысячу долларов директору. Просто выгнать людей на улицу, не предоставив, не предложить им никакую альтернативу. Мы с вами должны понимать, что мы освобождаем проспекты, мы убираем ту незаконную торговлю, но мы должны людям предложить условия для работы, где они могут стать. Мы должны разрабатывать все свободные площадки. Нужно работать над тем, чтобы поднимать этот достаток, а не заставлять его идти на эти рынки. А и маленькая ремарка, я очень хорошо знаю левый берег относительно парка, запущенного парка. Если бы вы вот сейчас сказали о том, что этот парк запущен тем мамам, которые гуляют, или тем детям, которые ходят в ДК культуры, я не знаю, что бы они вам ответили. Если кто-то сомневается, поедите своими глазами посмотреть. Если сейчас этот рынок начнет расширяться в сторону парка, вы вызовете на себя просто гнев всего города. Спасибо.